Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В областном правительстве кадровые изменения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. На должность помощника губернатора по вопросам развития профессионального спорта и созданию объектов спортивной инфраструктуры назначен Дмитрий Яковлев. Максим Ковалев стал в Рио вице-губернатора, руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. И у главы Самары Иван Носков провел свой первый рабочий выезд после назначения на новую должность. Он оценил объекты, где сейчас завершаются работы по модернизации теплотрасс, а также посетил несколько знаковых для города мест. О первых рабочих поручениях для профильных служб подробнее в нашем сюжете. В Самаре завершаются работы по модернизации теплотрасс. В этом году в городе в порядок привозили около 28 километров тепловых сетей. На большинстве участков работы завершены, но на нескольких подходят к концу. Именно эти объекты осмотрел исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков во время своего первого рабочего выезда. Он пообщался со специалистами ресурсной организации, главами районных администраций и подрядчиками. Особое внимание Иван Носков уделил благоустройству дворов и улиц после завершения работ. Он поручил профильному департаменту предоставить схему восстановления газонов и асфальта, а также контролировать исполнение сроков. Непосредственно профессиональное действие, но также синхронизировать с благоустройством, чтобы и город, и другие коммунальщики тоже синхронизировались. Как отметил сам исполняющий обязанности главы города, этот объезд в первую очередь ознакомительный. Поэтому он посетил разные районы Самары и пообщался с жителями. Какие-то вопросы уже задавал, разговаривали, но пока, слава богу, у меня есть еще возможность разговаривать не как просто человек с человеком, но это тоже очень важно, когда человек с собой делится впечатлениями, не обращая внимания на свою должность, незначимость, а именно как просто человек. И это, кстати, самое ценное и самое интересное, что нужно услышать. Также Иван Носков осмотрел аллею трудовой славы, стелу, знак трудовой доблести и парк металлургов, поскольку эти места в следующем году будут принимать различные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. Ио главы города Иван Носков также отметил, что одна из самых приоритетных задач сейчас подготовить Самару к зимнему периоду, поэтому свою первую полную рабочую неделю он начал с осмотра готовности техники Самарского района к работе во время снежных осадков. Какие задачи поставлены перед службами благоустройства, расскажем в нашем сюжете. Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков начал проверку готовности коммунальных служб к работе в зимний период Самарского внутригородского района. В некоторых городах России, в том числе в европейской части, уже выпал первый снег. Поэтому важно уже сейчас держать необходимые ресурсы на готове, чтобы первые осадки не повлияли на жизнь города. Иван Носков пообщался с представителями подрядной организации, выяснил готовность людей и техники, а также посмотрел склады противогололедных материалов, поскольку при постоянном переходе температуры через ноль местами образуется наледь. Должен быть готов реагент, должна быть готова техника, должны быть готовы люди. Очень важно всегда и в первый снег, и в любой другой снегопад сделать все вовремя. Любая задержка, это всегда чревато последствиями, начиная от аварийной ситуации на дорогах и заканчивая просто технически. Это убирать сложнее, дороже. В Самарском районе будут работать 14 машин для уборки улично-дорожной сети под управлением специалистов из подрядной организации, 5 единиц техники муниципальной организации для уборки внутриквартальных проездов, а для уборки дворов управляющие компании ТСЖ будут привлекать дополнительную технику. У нас все ТСЖ и управляющие компании, которые поменьше, они заключают договора со сторонними подрядчиками и тоже обеспечат зимнее содержание территории. Одна из особенностей Самарского района – много узких арочных въездов во дворы. На таких объектах будут вести расчистку вручную. Как отметил Иван Носков, такие контрольные выезды до первого снега пройдут во всех районах города. Андрей Грагуленко, Николай Пифанов. События. На территории строительно-энергетического колледжа появилась Аллея Героев. 21 рябину высадили студенты образовательного учреждения вместе с членами общественной палаты. Подробности узнала Елизавета Прокопенкова. Студенты Самарского строительно-энергетического колледжа почтили память Героев России и Советского Союза. Вместе со своими преподавателями и членами областной общественной палаты ученики высадили Аллею к столетию Михаила Горнизова. Он сражался за Родину во время Великой Отечественной войны. Погиб в августе 1943 года. В его честь на торжественном мероприятии была объявлена минута молчания. В память о тех, кто защищал страну, на территорию колледжа высадили 21 рябину. Это дерево было выбрано не случайно. Рябина испокон веков является символом силы, защиты и благополучия. Жены провожали своих мужей на войну, то делали крестики из веток рябины для того, чтобы защитить своего мужа вдали от дома. И как сегодня ребята сами сказали во время проведения мероприятия, что она будет символизировать те боевые действия, кровь тех солдат, которые погибли, защищая нашу страну. В высадке деревьев приняли участие около 200 студентов. Наши выпускники после окончания обучения уходят служить в ряды вооруженных сил нашей страны. Поэтому ребята с большим энтузиазмом откликнулись на это мероприятие. Активно приняли участие в подготовке ямок для посадки аллеи. Ну и, как видите, с удовольствием работу все выполнили. Надо в каждой школе, в каждом колледже создавать такие аллеи. Дети должны знать, что было, что есть и что будет в будущем. Потому что без знания истории у нашей страны, у наших детей будущего не будет. Так уже повелось, что мы должны быть вместе. И только вместе мы будем могучим кулаком, о который разобьется любой враг. Теперь аллея героев будет напоминать студентам о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради их светлого будущего. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров, События. Маткапитал на первого ребенка в следующем году увеличится на 46 тысяч рублей. На второго на 61 тысячу. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он напомнил, что с 1 февраля материнский капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции. Сейчас в проекте федерального бюджета предусмотрено увеличение такого пособия на уровне 7,3%. Ранее в Минфине сообщили, что в бюджете на 2025 и 2027 годы особое внимание уделяется адресной помощи семьям с детьми. В целом, системой мер поддержки охвачено 10 миллионов россиян. Православные верующие 14 октября отмечают покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник связан с историей о том, как Богоматерь укрыла своим покрывалом жителей Византии и тем самым помогла победить врагов. На Руси покров совпадал с праздником завершения сбора урожая и началом сезона свадеб. Существовало поверье, что браки, заключенные в этот день, будут крепкими и счастливыми. Наши корреспонденты узнали у жителей Самары, на чем, по их мнению, строится счастливый брак. Счастливый брак строится на взаимоуважении, на любви и на взаимных интересах. Доверие. Доверие, прежде всего. Доверять друг другу. И с катушек не скатываться, а немножко все-таки жить порядочно. Мы очень часто говорим об одном и том же, но как будто на разных языках. И в счастливом браке важно научиться понимать этот язык другого и вовремя его переводить. Если такие основные постулаты общеприняты, то это взаимопонимание, уважение, доверие, честность, верность, любовь, соответственно. Вот. Ну, а если что-то новенькое, то это, наверное, не трепает нервы друг другу. На понимание друг друга, да, нужно поддерживать, любить и все преграды вместе проходить. На взаимопомощи и уважение. На общих ценностях, на общих целях и совместном движении к этим целям и ценностям. С одной скоростью. С одной скоростью. Недостаточно смотреть в одну сторону, нужно двигаться с одной скоростью. Потому что если один сильно отстает, то такой неравный брак получается. В Самарской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. В группе риска, по словам медиков, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Чтобы защититься от вирусов, врачи рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещение и пройти вакцинацию. По словам специалистов, не стоит отказываться от прививки по религиозным причинам. Русская православная церковь никогда не выступала против вакцинации как таковой. Главное, чтобы решение вакцинироваться было добровольным. С православной точки зрения нет никаких запретов на то, чтобы человек шел и получал медицинскую помощь, в том числе и вакцинацию. Поэтому, если христианин считает, что он должен защитить себя и своих близких, и тех людей, с которыми он находится в контакте от вирусов, то, конечно, ему нужно идти и делать вакцинацию. При патриархии у нас есть даже целый отдел, который занимается популяризацией вакцинации среди населения. Далее коротко о других темах дня. К 2030 году Минтранс планирует обновить парк общественного транспорта, чтобы доля новых автобусов и трамваев составила 85% от общего числа. На эти цели в бюджете предусмотрено 60 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Минтранса России Роман Старовойт. Он отметил, что в нацпроект «Инфраструктура для жизни» вошли 6 федеральных проектов, находящихся в ведении Минтранса. К 2027 году планируется строительство новых дорог и приведение в нормативное состояние существующих. Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, которым предлагается установить запрет на выступление животных в цирках. Об этом сообщил первый зампредседатель комитета Нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов. По мнению авторов законопроекта, цирковые звери должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты. Однако сейчас, по словам Бурматова, реабилитационные центры для животных переполнены. По данным социологических опросов, запрет на использование животных в цирках поддерживают в том или ином виде каждый второй россиянин. В Ставропольском районе Самарской области на дороге М5 «Урал» водитель иномарки сбил дикое животное. Под колеса угодил лось, затем машина опрокинулась в кювет. В результате погибли и водитель автомобиля, и животные. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители, сообщили в областном главном управлении МВД. Жителям Самарской области до 1 ноября необходимо заключить договор с новым оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области расторгло договор с компанией «Экстройресурс» и заключило соглашение с компанией «Экология». Документы для заключения договора необходимо отправить на электронную почту рекоператора. С дополнительными вопросами можно обратиться по телефону 8 908 367 48 85. В областной столице состоялся первый полуфинал игры Центральной лиги Международного союза КВН «Самара». За путевку в финал боролись пять команд из разных городов России. Кто гарантированно окажется в финале, узнали наши корреспонденты. Первый полуфинал Центральной лиги КВН «Самара» собрал полный зал восторженных зрителей. За путевку в финал борются пять команд из разных городов страны. Самары, Набережных Челнов, Батайска и Стерли-Тамака. Соревнуются в четырех конкурсах. Приветствия, импровизация, слоган, клип и фристайл. В Самаре теперь не только самые красивые девушки, но и одно из самых лучших движений в нашей стране. И команды завоевывают право участвовать в Центральной лиге «Самары». Они приезжают сюда с своей историей своих городов, обмениваются опытом с другими ребятами. И, естественно, посещают наши достопримечательности, возят от нас с собой частичку Самары. Даже не знаем, как выступать. Майкосов. Майкосов. Майкосов, Батайска и Стерли-Там. Майкосов. Денис? Это ты? Привет. Денис, ты что с собой сделал? У нас здесь Батайск не пустят. А меня, наконец-то, не пустят. Денис, ты как из толстого, гадкого утенка превратился в толстого лебедя. Ребята из команды Батайск играют в КВН около шести лет. Рассказывают, что распадались на пару лет, но в конечном итоге вернулись на сцену. Три очень смешных номера, один почти смешной номер, хорошая линейка, смешная кода и очень прикольная музыкалка. Мы хотим победить, конечно, но хотим просто, чтобы зрители кайфанули, посмеялись с нас, приехали, улыбнулись и с хорошим настроением въехали домой. Команда сборная Самарского политеха также приняла участие в полуфинале Центральной лиги КВН. Рассказывают, что принимает участие седьмой год и в этот раз надеется на победу. Мы ожидаем феерии, феерии юмора, которую мы обрушим на вечно наш любимый самарский зал. Так и будет. У нас тут нет конкурентов, КВН, игра друзьями, все друзья. Прежде всего. А вообще, у нас просто нет конкурентов. А если вы несколько часов стоите в магазине бытовой техники и не видите консультанта, значит скоро к вам подойдет местная акулопродажа. Слушай, можно тогда... Здравствуйте! Чем могу подсопить? Нам нужен холодильник. Холодильник, холодильник, холодильник. Белый, холодильник и великолепный. Удача! Он вот тут! По итогам игры финал гарантированно прошла команда Стелла Магнетик из набережных Челнов. Они набрали 15 баллов по итогам четырех конкурсов. Во втором полуфинале определится еще одна команда-победитель. Далее жюри дополнительно отберет одну или две команды для участия в финале Центральной лиги КВН «Самара». Августина Охременко, Николай Епифанов, События. Твой город, твои новости, твой телеканал. Самара ГИС отмечает день рождения, нам 17 лет. Ежедневно в эфире первого городского телеканала «Всеглавные новости Самары». Мы рассказываем о самых актуальных событиях, публикуем эксклюзивные интервью и комментарии экспертов, ведем прямые включения и трансляции самых ярких событий. Подробнее о работе нашего телеканала в сюжете Ксении Бакановой. Внимание, эфир. Здравствуйте, вы смотрите информационную программу События. Мы работаем для вас 17 лет. Ежедневно смотреть новости Самары. Прямые включения и трансляции самых важных событий имеют возможность 800 тысяч семей. Телеканал «Самара ГИС» представлен в сетях 15 кабельных операторов. В нашей команде опытные профессионалы и молодые энтузиасты, для которых главное – счастье оставаться в профессии и каждый день выходить в эфир. Телевизионный продукт имеет смысл, когда у него есть зрители. И особенно приятно встречать зрителей на улицах, когда они тебя узнают, благодарят за твою работу. Ну а вдвойне приятно, если удается исполнить их какие-то мечты. Ольга Ершова с детства мечтала увидеть себя в телевизоре. Думала, что это недосягаемо для обычного человека. Однако съемочная группа телеканала нашла ее сама. Прошло 30 лет, мечта сбылась. До последнего, конечно, не верилось. Я считаю, что в жизни каждого человека должно такое случиться. Телеканал «Самара ГИС» – это не только актуальные новости, но и интересные программы. В них мы рассказываем о ЖКХ, медицине, религии, семье, истории родного края, жителях нашего города. И это далеко не все темы. Создавать эксклюзивные материалы – наша главная задача. Здравствуйте, в эфире программа «Разговор по душам». Говорить со зрителем на понятном языке и просто по душам – задача не из легких. Эксперты передачи «Разговор по душам» с ней успешно справляются. Поднимают волнующие многих зрителей вопросы. Есть фильмы, которые невозможно смотреть. Находят на них ответы. Нужно исходить от того, что нам дано. И помогают людям. Тема саморазвития, она всегда преследует людей от малого возраста, от школы, так и до уже взрослых лет. Если для журналистов общение с камерой – привычное дело, то для многих участников наших передач – это в новинку. Даже опытные эксперты волнуются перед съемкой. Когда у нас первые съемки прошли, мне как-то легче стало общаться на камеру. В Самаре проживает много народов. Об их традициях, культуре и особенностях рассказывает программа «Самара многонациональная». И вдвойне приятно, что после окончания съемок мы остаемся на связи с героями выпусков. Я даже эту передачу отправил в Республику Таджикистан. Наши родня везде. По всему Таджикистану проживает. От всех я получил хороший ответ. Все поздравили, все радовались, что мы так живем. Портрет наших телезрителей многогранен. Это люди разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. Но их объединяют традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим. Самое главное – это семья. И тут есть одна такая интересная формула, что любовь, она умножается делением. И вот чем больше человек разделится, тем больше любви и будет. Мы стали одним из первых телеканалов, кто показывает не только ярких героев, но и тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, но все-таки нашел силы поверить в себя. Телепроект «Обернитесь» – это множество судеб. У каждой своя уникальная история. У нас вообще была интересная история, когда героиня программы «Право на маму» вернулась к нам снова и стала уже героиней программы «Обернитесь». Это жительница Санкт-Петербурга, которая помогла осуществить мечту девочки из детского дома об образовании в университете Санкт-Петербурга. Мы очень нежно любим нашу Венессу. Называем ее домашним поездом, который поставляет нам детей. И спасибо за эту интересную программу, за этот канал. Понимать, что ты для кого-то важен и нужен, хочется не только людям, но и братьям нашим меньшим. Мы рассказываем о собаках и кошках и иных животных, которые родились под открытым небом. Благодаря программе «Хочу домой» были найдены хозяева для многих питомцев. Очень жалко, когда ты смотришь, что идет собака по улице, что она заглядывает в глаза каждому человеку, каждому прохожему в надежде на то, что получить кусочек мяса или получить ту самую ласку, которой ей не хватает. Однажды по телевизору увидел программу «Хочу домой», увидел собачку, геля, и просто влюбился с первого раза. Начал звонить, искать, в каком она приюте. Дали номер и забрал домой. Телеканал «Самара ГИС» — это не только телевизор. Мы идем в ногу со временем. Ежемесячно посещаемость нашего сайта растет. Заходит более 55 тысяч уникальных посетителей. Мы активны в социальных сетях. Наши публикации охватывают более 900 тысяч пользователей. Наше сообщество регулярно попадает в число лучших пабликов страны по версии «Нью Медиа». Телеграм-канал занимает первое место по коэффициенту вовлеченности подписчиков и находится среди лидеров по суммарному охвату. Паблик ВКонтакте — в тройке лидеров по вовлеченности. Фишка нашего телеканала — это оперативность. Журналисты присылают контент со съемок в течение 15 минут после ее начала. Также у нас есть свое мобильное приложение на базе iOS и Android. Это очень классно, что люди могут посмотреть нас с любой точки мира. Ваша работа похожа на нашу кухонную. У вас свои какие-то нюансы, как у нас на кухне, ингредиенты по-своему. Но мы в чем похожи — это в команда. Если слаженная работа команды, что на кухне, что у вас, соответственно, получаем мы отличный результат. Я поздравляю телеканал «Самаргиз» с днем рождения. Спасибо большое. С праздником! Далее вас ждет обзор телеканалов городской администрации и профильных ведомств. В Самаре заработала горячая линия по вопросам подключения к теплу. Обращения горожане могут направить в администрации внутри городских районов города, в Департамент городского хозяйства и экологии Самары, а также в единую дежурную диспетчерскую службу Самары. Все обращения будут рассмотрены в индивидуальном порядке и оставаться на контроле до полного разрешения ситуации, информирует телеканал городской администрации «Вести с Дворянской». Департамент градостроительства в своем телеграм-канале приглашает принять участие в опросе об уровне вовлеченности жителей в процесс внесения изменений в генеральный план городского округа Самары. Опрос анонимный, он доступен по ссылке через портал госуслуги. Результаты опроса позволят департаменту проработать механизм по повышению уровня информирования и заинтересованности жителей в работе над генеральным планом Самары, а также повысить доступность участия граждан в ней. Администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале призывает автомобилистов быть осторожнее. С наступлением осенне-зимнего периода кошки часто прячутся под капотом или крылом автомобиля, чтобы согреться. Перед тем, как завести машину, постучите по капоту, гните колесо и пару раз погудите. Эти простые действия не займут много времени, но могут спасти жизнь маленькому животному. В лесопарке имени 60-летия советской власти на лыжной базе спортивной школы Олимпийского резерва имени Ольховского прошел ежегодный кросс открытого первенства «Золотая осень». В забеге приняли участие дети из Кировского района возрастной категории 9-18 лет. Массовые забеги проходили на дистанции от 500 метров до 5 километров. Победители и призеры кросса были награждены медалями, грамотами и ценными призами, пишет телеграм-канал Кировского района. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.